Спасибо большое, Андрей Георгиевич, за представление. Я кратко расскажу о том, как выглядит один из проектов, который сейчас планирует к реализации Министерства здравоохранения в рамках программы онкологической помощи. Реализация будет проходить через 18 референс-центров. Сейчас обсуждается вообще вся модель, и что это, и почему нужны такие референс-центры, и вообще откуда возникла эта идея. Покажу на примере лучевой диагностики. Мы обсуждаем это с Георгием Авровомовичем Франком. Там явно что-то похожее, возможно, при участии некоторых из докладчиков в сегодняшней сессии будет проходить и по патоморфологии. Глобально происходит следующее. Этот слайд – это реклама, которую я сфотографировал в Чикаго во время Конгресса на автобусной остановке. На этой рекламе написано, если вы сделаете МРТ в другой клинике, мозг свой сначала проверьте, у нас это дешевле, у нас всего 600 долларов по сравнению с 2500 долларов в другой клинике. О чем говорит эта реклама? О том, что исследования становятся так называемым товаром народного потребления, коммодити. То есть можно пойти и сделать где угодно. И сейчас в Москве и в России так же зачастую относятся, когда просто говорят, надо сделать МРТ, надо сделать компьютерную томографию. Не всегда понимая, а какой объем вообще компетенций и экспертизы стоит за этим исследованием. И получается, что исследования выполняются все больше и больше и больше, но при этом качество их одновременно начинает снижаться. Потому что возникает вопрос, а кто еще это исследование правильно интерпретирует, а кто действительно обладает соответствующими компетентностями. И поэтому развивается такое направление, как в частности телерадиология, или телемедицина, и в том числе телерадиология. Это существенный рынок во всем мире. Оценки где-то до 8 миллиардов долларов к 2024 росту. Это система дистанционных описаний компьютерной томографии, которая больше всего растет, в том числе и рентгенографии, так называемой системы overnight, когда можно одной клинике отдать на аутсорс описание исследований, экспертизу, получить это по более низкой цене. И возникает вопрос у главного врача содержать своих специалистов или просто отдать дистанционно на эту услугу. То же самое сейчас происходит по патоморфологии, когда возникает вопрос также у организации самим добирать полный состав экспертов или просто отдать это как услугу дистанционно тем, кто профильно занимается этим, в том числе и бизнесом. В России формируются условия для того, чтобы работали подобные сервисы. Это пакет законов по телемедицине, в которых в том числе оговаривается телерадиология, которая является субдисциплиной, касающейся дистанционной интерпретации результатов учебных, учебных исследований с использованием информационных систем. Есть приказ Минздрава, в котором наш центр принимал участие в разработке, определяющий порядок оказания помощи с применением телемедицинских технологий. И появились уже в номенклатуре соответствующие услуги. Дистанционное описание компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий. Интерпретация радионуклидных исследований с применением телемедицинских технологий. Эндоскопия, патогистология, цитология. Также с помощью систем телемедицины. То есть это постепенно начинает входить в практику. Предполагается, что это может финансироваться несколькими путями. Через формирование, например, раздельного тарифа, когда отдельно оплачивается само исследование и отдельно оплачивается тариф на описание. Или полный тариф организации, которая проводит исследования и дальше перечисление вот такому дистанционному референс-центру на интерпретацию результатов исследований. Есть несколько моделей финансирования. При этом огромное значение имеет рабочее место. Сейчас вы знаете, я уверен, что у вас есть такие знакомые рентгенологи, которые где-то дома, где-то дистанционно интерпретируют исследования, сидят с маками программы Асирикс, например, или Родиан бесплатный. И описывают исследования. Какой-то возникает вопрос, а такого компьютера достаточно? Это должен быть монитор ретина или это может быть какой-то обычный монитор? А вообще может ли врач поставить диагноз, если он сидит где-нибудь в метро в поезде и смотрит результаты МРТ, насколько правильно он поставит диагноз? Компании, которые работают на этом рынке в мире, они зачастую просто свои продвинутые рабочие станции раздают специалистам, чтобы гарантировать качество этой дистанционной услуги. И по всей видимости требования к устройствам для дистанционного анализа они еще будут формироваться в России, как это происходит и в других странах. Системы, которые включают радиологические исследования, они множатся постепенно в России. Наш московский пример – это единая радиологическая информационная система, в которой специалисты взаимодействуют между собой, оказывают консультации, проводят аудит исследований. У нас суммарно 96 тысяч дистанционных аудитов, проведенных за 2,5 года. Есть дэшборд показателей загрузки оборудования, есть система анализа данных, выгрузки данных для разработчиков алгоритмов искусственного интеллекта. То есть система становится такой единой средой для работы, для научных исследований, для методологии, для учета услуг, для управления отраслью и в том числе для оказания медицинской услуги интерпретации результата исследований. И вот внутри несколько блоков. Это и пространство для диагностики, это телерадиология, телеаудит, телеконсультации, данные для научных исследований. Каждую из этих областей мы формируем как информационную систему с методологией. Например, здесь представлена система телеаудита. Вы, может быть, знаете, клиника Гелиос оказывает услуги дистанционно по перепроверке результатов исследований в цитологии. Мы перепроверяем так исследования врачей-рентгенологов. Суммарно около 150 специалистов находятся в таком мониторинге, они к этому привыкли, они знают, что кто-то еще перепроверяет сделанные ими исследования. Находим ошибки, коммуницируем, объясняем, называем их аккуратно расхождениями в диагнозах. В общем, все это имеет такой плановый рабочий характер. Все уже с этим свыклись и нормально воспринимают систему, понимая, что она не наказательная. Другая методология – это просто консультации, за которыми дистанционно обращаются, в том числе, в наш центр, все больше и больше каждый месяц. И это консультация не по видеоконференц-связи, это консультация именно внутри информационной системы, где, как здесь показано у врача-дистанционного эксперта, тоже есть интерфейс работы с изображениями и есть единый протокол описания, который, соответственно, можно совместно формировать. При этом мы проводим анализ этих систем с точки зрения их научной, экономической обоснованности. И вот анализ телеаудита. Период наблюдения, зачем нужен телеаудит, мы видим, как существенно снижается количество ошибок через такую систему управления. Публикуем статью, журнал Q1, уровня Q1, система управления качеством и peer review в лучевой диагностике. Экспертные консультации. Выходим на показатели, сколько надо консультаций на общем потоке. 4,8 на 1000 КТ. На один томограф – это где-то около 17,5 консультаций за период. 8,9 на 1000 МРТ исследований. Сколько на конкретный аппарат. То есть рассчитываем потребность в телеконсультациях в зависимости от видов исследований. Оцениваем централизацию описаний. Если мы всех экспертов в одной поликлинике с филиалами собрали в один центр, как изменится от этого деятельность? Было 17 врачей в поликлинике, осталось 5 врачей-диагностов. В головном офисе плюс единичные врачи в филиалах. Они получают больше объема работы, но они эксперты, то есть они лучше всего разбираются в этих исследованиях. Они перестают совмещать в других центрах. Таким образом происходит централизация этого ресурса бесценного, то есть людей, экспертов. И суммарно затраты на фонд оплаты труда даже снижаются. Меня спрашивают, а что вы уволили остальных? Меня научили, я говорю, знаете, недовольных не осталось. Потому что люди загружены работой, зарплата выросла в 2,5 раза. И это профильная работа для специалиста. Изучаем систему перекрестных описаний. Если врач, который разбирается в исследованиях легких, в заболеваниях легких, описывает исследования из других центров, и перекрестно между клиниками передаются эти исследования. Видим, как снижается количество исследований с замечаниями и расхождением. То есть, опять-таки, доказываем эффективность дистанционного формата работы. Зачем, сколько, целесообразно ли это, и вообще работает ли такой формат. Это важно доказать. И далее эти результаты мы применяем в системах скрининга. Два московских проекта. Низкодозный скрининг рака легкого, скрининг рака молочной железы, в которых, собственно, эти технологии телемониторинга, дистанционные экспертизы мы полностью используем для того, чтобы обеспечить качество этих процессов. То есть, не отдаем скрининг только лишь базовым медицинским организациям для полной реализации. Отсюда появляются вопросы, а вообще нужен ли аудит? Может быть, надо просто все автоматизировать? Может быть, надо просто алгоритмы натренировать, чтобы они ставили диагноз за специалиста? И такие стартапы сейчас существуют в Сколково. Есть компании, которые работают по модели, которые я только что описывал, дистанционные экспертизы. Сегодня компания Юни будет представлять свое решение. Так вот, можно ли просто автоматически проанализировать эти данные? Во всем мире существует дефицит специалистов, дефицит врачей диагностики. Показаны цифры. 40% исследований в Японии вообще не описываются. В Великобритании 30% КТ и МРТ исследований уже описываются рентгенолаборантами, потому что не хватает врачей. Значит, надо натренировать просто алгоритм, который будет делать это за врача. Но как показывают все данные, так не получается. Скорее, это помощник врача. И это решение одной из известных компаний работает следующим образом. Компьютер находит очаг, говорит, что это может быть рак легкого в программе скрининга, формирует автоматическое описание, сравнивает этот очаг с предыдущими очагами из базы данных, которые уже верифицированы. И врачу-рентгенологу остается или отклонить это заключение, или с ним согласиться. Можно внести какие-то небольшие правки. То есть за счет этого повышается эффективность работы системы. И в результате такие алгоритмы – это не замена врача, а это просто сделать еще больше. Это значит, что врач может описать, интерпретировать больше результатов, надо содержать меньшее количество экспертов. И хорошо ли это для врача? Наверное, это удобные средства, инструменты для работы, которые возможны благодаря информационным системам. Конечно, это особенно актуально там, где массово проводятся флюорографии, рентгенографии легких. Голландская компания Cat4TB активно реализует такой проект в странах Африки. На конгрессе RSNA каждый год в Чикаго все больше и больше компаний, стартапов, которые этим занимаются. Уже в этом году, наверное, будет больше 150 компаний, которые создают решения на основе искусственного интеллекта. Что в целом, что это за процесс? Это выявление образования. Надо найти очаг, надо его охарактеризовать. То есть это задачки сегментации, диагностики, стадирования и мониторинг. И сейчас появляются сервисы для каждой из этих задач, основанные на анализе изображений. Это очень перспективно, действительно. Вот, например, одна из компаний, которая сделала алгоритм автоматического вычитания структуры легких, чтобы найти очаг. Все, убрали ткань легких, видно только очаги. Удобно. Вот компания, которая формирует анализ, прогноз по очагу. Врач-рентгенолог сомневается, будет это опухоль или не будет это опухоль, насколько это вероятно. Алгоритм сопоставляет очаги с ранее верифицированными из базы данных и подсказывает врачу возможное заключение. В этом случае алгоритм помогает мониторить очаги, в том числе используя Resist, для того, чтобы как раз стандартизованно отслеживать динамику пациентов. Также это происходит автоматически или полуавтоматически. Это решение, которое помогает находить при скрининге патологию. Простой принцип. Нет патологии. Это будет, скорее, 99% исследований. Есть патология, 1% исследований, которые надо уже проанализировать эксперту. Такие сервисы появляются очень активно. Но не все прекрасно. Вот вы прекрасно знаете наверняка мамограмму. Извините, не до кнопка. Знаете прекрасно, как выглядит мамография. И вот компания Virat, американская, которая разработала сервис анализа данных. Это компьютерная томограмма. И алгоритм стал говорить, что у пациентов есть гематома. Обширная субдуральная гематома. Какая-то ошибка возникла. Оказалось, что поставили новые томографы, которые дают артефакт. Но для алгоритма этот артефакт, он похож действительно на гематому, поэтому алгоритм считает, что это так. В этом случае алгоритм научили различать рентгенограммы. Это изображение. Алгоритм говорит, это стопа. А это изображение. Отрезали пальцы, остались только кончики пальцев. Алгоритм говорит, это мамограмма. Потому что по контуру похоже на молочную железу. То есть для алгоритма пока, в отличие от того, чем обладает человек, General Intelligence, доступны только очень узкие, типичные случаи, а не какие-то смежные параметры, связанные, например, с дифференциальным диагнозом. Поэтому, конечно, вероятность ошибки существует. В этом направлении то, что делает, в частности, наш центр, научные организации, это создание потоковой подготовки данных и их разметки, теггинга для разработчиков алгоритмов. Это получение свидетельств на датасеты. Это выгрузка датасетов в общедоступный, для доступа научных исследователей из разных стран. Например, вы можете в Google датасетах найти Moscow Long City, специально подготовленный, размеченный датасет, который используют наши коллеги из разных стран для проверки точности алгоритмов. И это, естественно, сотрудничество с разными компаниями, в том числе резидентами Сколково. Здесь чуть более подробно показано, с кем мы работаем, по разработке методологии, разметки данных, тренировки алгоритмов, оценки качества разработанных алгоритмов. То, что становится помощниками врача-специалистов в информационных системах. Конечно, в аспекте референс-центров такие системы тоже нужны для повышения эффективности. Что происходит в мире? Искусственный интеллект становится ведущей темой. Множество стран уже приняли стратегию по искусственному интеллекту. В России пока такой стратегии не существует. Это отдельные рекомендации, отдельные инвестиции, которые пока не носят какого-то системного характера. Но, конечно, это необходимо. Пример. Есть подобные примеры в Европе, но особенно характерен пример США, когда для алгоритмов анализа данных снизили требования FDA к регистрации в качестве медицинских изделий. И из третьего класса, куда относятся, например, стенты, перевели алгоритмы во второй класс для того, чтобы быстрее допустить их на рынок. Вот появился такой сервис виз.ai, первый зарегистрированный, который автоматически анализирует компьютерные томограммы и отправляет условно смс-ку направившему врачу, в данном случае нейрохирургу или неврологу, сообщая, что у этого пациента, скорее всего, есть инсульт. То есть максимально сокращается дистанция между проведением исследования и принятием решения о необходимости лечения. Похоже, что такая модель будет тоже приобретать все большую широту. Эксперт потом подключится, проанализирует, но тут должно быть более быстрое решение. Если вы хотите инвестировать в искусственный интеллект, то выбирайте компании, которые сосредоточены на решении клинически значимой проблемы, обладают объемом верифицированных данных, нацелены на получение регистрации как медизделия, не слишком распиарены. Остальное – это хайп. Но в России, уже мы видим, появились даже тендеры в отдельных областях, когда формируется закупка информационной системы для региона. И одно из условий, которое указано – наличие автоматизированного сервиса анализа диагностических изображений с помощью искусственного интеллекта. Значит, кто-то это выиграет. Зарегистрированных алгоритмов нет. Что это будет – пока непонятно. Иногда такой хайп, он даже может быть… может быть, он и во вред. На тему телемедицины, телерадиологии, референс-центров у нас есть большой набор вебинаров. Пожалуйста, можно их смотреть вот в этом разделе общего сайта. И здесь представлены также все контакты нашего московского центра. Программа скрининг рака молочной железы, скрининг рака легкого НДКТ, Центр маршрутизации ПОПЭТ-КТ. И в марте выходит руководство Artificial Intelligence and Medical Imaging. Я являюсь со-редактором, соавтором этого руководства. Можно будет у компании Шпрингер приобрести это издание. Надеюсь, что получится издание и на русском языке. Соответственно, модель референс-центров привлекает большое внимание сейчас у регулятора. Вероятно, что телемедицина с возможностью дистанционной экспертизы будет развиваться. И сегодня в том числе у нас будет пример компании Unim, которая, мне кажется, очень показательна. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...